Дорогие подписчики, с вами снова Ниязов Игорь Михайлович. И на этот раз мы снова говорим о том, что нас волновало за прошлую неделю. А на прошлой неделе меня лично волновала белая смерть, Макс. В связи с чем я решил тебя проверить на это дело и принес свой любимый прибор под названием глюкометр. Эта штука очень просто работает, хотя она сложная, конечно, в своем устройстве, она очень простая. Она замеряет уровень сахара в крови и дает тебе возможность узнать, насколько ты в данный момент здоров или нездоров. Конечно, в ходе эксперимента ты можешь не оглашать свои данные, но я тебе могу сразу сказать, что если у тебя сахар в крови натощак от 3,5 ммл до 5,7 ммл, то ты относительно здоров. Еще какое-то время протянешь. Все, что выше планки 5,8 ммл, уже считается тревожным признаком. А начиная где-то с 9, уже есть повод пойти к эндокринологу сдаваться. Потому что там уже верная смерть, просто она будет растянута на некоторое время. А почему я, собственно, заволновался на эту тему, почему я и тебя решил приобщить к регулярному тестированию своей крови на сахар? В порядке самообразования я иногда интересуюсь какими-то науками. Например, весь прошлый год у меня прошел под знаком квантовой физики. Поэтому я постоянно ходил такой немножко офигевший. Потому что понять там ничего совершенно невозможно нашими средними умышками. Абсолютно. Можно только делать вид, что ты познаешь нечто такое несоразмерно великое или несоразмерно малое тебе. И потом пытаешься даже своим детям так так довести. Но это черт с ним. Хуже было, когда я принялся за такую дисциплину, как диетология, наука о том, чем мы питаемся и чем это нам грозит. И на этом этапе степень моего офигевания дошла до 100%. То есть с того момента, как я начал регулярно читать и смотреть видео о диетологии и об эндокринологии, я стал офигевать просто на каждом шаге. Каждый раз, берясь за ложку и вилку, я начал просто хвататься за сердце. Потому что, оказывается, вот это я ел всю жизнь неправильно, а вот это вообще смертельно, это вообще не еда. Мало того, я узнал о такой милой вещи, как диабетическая эпидемия. Весь мир охвачен диабетической эпидемией. Это, кстати, чтобы ты знал о том, насколько еда влияет на нашу, собственно, жизнь. Оказывается, еда, собственно, современная еда, она убивает нас медленно. Да, потихоньку. Да, потихоньку. Вот. Ну, все вот привыкли ругать бывшего главу Минздрава Тамару Дойсенову, но если ты помнишь, что именно при ней, при Тамаре Косымовне, в городе, в Алма-Ате, появились щиты, где очень коряво и непонятно изображен какой-то дядька с закрытыми глазами, бросающий в чашку огромную ложку сахара. Да, да, да. И маленькая надпись, что вы можете пройти обследование на уровень сахара в крови бесплатно. Надпись, конечно, никто нифига никогда не читает. Да. Рисуя этот нифига абсолютно непонятен, к чему он и чем он должен нам, на что он должен нас на какое действие подтолкнуть, непонятно. Все проезжают мимо, ругают пробки, тупых депутатов, но при этом проходят мимо совершенно очевидного предупреждения. Ну да, важно. Нас даже не принимают громкие вещи. Вот мы потеряли двух выдающихся музыкантов. Вот Булац из Дыков, из Мизиколы. Как ты думаешь, во сколько лет он умер? Да, я помню, 50, по-моему, с чем-то. 60? 60, да. Ну да. Ну да. А Батархан Шукин. Батархан, бывший солист группы Астудия. Практически, наверное, самый выдающийся музыкант современного Казахстана. Угу. В какие годы он умер? Ну тоже до 60. 53 года. Да. И в обеих случаях, ну, конечно, у нас нету точного официального заключения, но СМИ пишут, что так и иначе это было связано со смертью, от сердечного приступа. Да, и сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность, и химическая болезнь, а все откуда? Все от сахара. Все от сахара, дружище, да. В связи с этим мы сегодня тебя... Препарируем. Препарируем, да. И тем самым уговорим купить такую штучку и проверять свой сахар регулярно, потому что мы с тобой в таком возрасте, когда это надо делать, ну, хотя бы раз полгода. Ну да. А эндокринологи, наиболее яростные из них советуют делать это чуть ли не каждый месяц. Да. Стоит блюкометр недорого относительно, 7-8 тысяч тенге. Это один раз с друзьями в бильярд сходить, постоять в душном помещении, просадить 8 штук бабла и потом довольным поехать домой. Это вот стоимость вот такого приборчика. Состоит она, собственно, из глюкометра. Вот такая вот вещь. И расходного материала в виде вот таких вот полосочек. Вот такие вот полосочки, на которые наносится маленькая капля крови, вставляется глюкометр и он показывает в течение 5-6 секунд твою судьбу. Как дальше жить? Да. Как дальше жить? Решающий момент, да. Да. Но есть одна вещь неприятная в этом деле и некоторых здоровых мужчин в бородах, пугающая даже, это маленький штырек или иголочка, которая протыкает твой пальчик. Она, конечно, должна быть стерильной, поэтому я свою иголочку убираю. А тебе, дружище, чтоб ты не заразился от меня левых идей и совковости, я тебе дам стерильную новую иголочку. Процесс занимает буквально секунд пять, не больше. Относительно безболезен. Единственное, что у тебя должен спросить, высоту, глубину укола. От одного, это нежное прикосновение до пяти. Это где-то миллиметр на два. Ну можно и пять. Но все-таки камера же еще не будет. Вряд ли ты бы сказал один. Вот я нажал, прикладываю, чуть прижимаю. Было? Да. Было. Поработаю чуть чуть. Только ничего не течет. Не было. Не протыкается кожа моя. Было? Да. Было. Есть. Теперь надо немножечко, не-не-не, сильно не давить. Чуть-чуть, чтобы появилась капелька. Она должна достичь там определенных размеров, чтобы ее уже хватило для глюкометра. Вот пошла, пошла. Можешь вот так поделать. Да, да. Вот что значит, когда кулинарный блогер раз в жизни не позавтракает. Да, да. Это приводит к малокровию и к падению давления. Сразу, да. Анемия. Что-то ты вял рукой сегодня и немножко бледен. С утра в субботу, да. Обычно-то я бодр. Сначала я вставляю полосочку. Глюкометр опознает полосочку. И дает нам несколько секунд на замер. Должна появиться цифра. Ждем. Запомни ее. Цифра, точка, цифра. Да. Я ее как-то так вот так вот переверну, чтобы не смотреть. Ну, нормально. Жить еще буду какое-то время. Какое-то время. Так что, дружище, не поскупись, купи себе эту вещь и пользуйся хотя бы раз в полгода. Ибо мы с тобой в таком возрасте, позвольте. Да, я давно на самом деле думаю на эту тему, особенно я так нахожусь в зоне риска, как кулинарный блогер. Да, приходится такой яд, который ты пихаешь своим подписчикам самому же. Да, поэтому приходится думать о том, как проверяться. Ну и все равно, да, вот шутки с шутками, а возраст дает о себе знать и какие-то вещи, о которых раньше ты знать не знал. Я тебе даже могу сказать очевидные вещи, но они в моем понимании звучат для меня просто как приговор. Нельзя есть белый хлеб целиком. Это страшно. Это страшно, это ужасно. Нельзя есть. Нельзя есть полностью все, что содержит сахар. Это не шутки. То есть мы-то к этому относимся как-то, знаешь, вот недавно я смотрел фильм, Датчуга называется, австралийского одного актера, который решил еще и стать продюсером. Там в фильме, по сюжету, он на себе пробует прелести здорового питания австралийского. То есть он покупает только те вещи, на которых написано здоровое питание, органик и так далее. И с ужасом приходит к тому, что он набирает до 20 ложек сахара в день благодаря этой еде. Да, как. Это превышает всякие эндокринологические нормы. Всякие. Это даже превышает уровень здравого смысла. Как можно такое количество сахара вообще жрать? Ну да. Да. И в процессе изучения вот этой вот большой науки под названием диетология, я пришел к ужасающим реводам. Нельзя есть сахар в любом виде. Нельзя есть любой белый хлеб. Абсолютно. Это запрещено. Можешь вот с сегодняшнего дня забыть о белом хлебе. Да. Да. Мало того, даже если ты ешь вообще что-то хлебобулочное, оно должно быть не из теста мелкого помола. Это должно быть сделано что-то из чего-то грубого. Возможно, желательно даже отрубить. Отрубить. Ну да. Полностью исключаются спиртные напитки. Вот здесь вот печалька. Да. 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 Пиво – это главный враг всех эндокринологов. Точнее, им-то он дает работу. А всем остальным он дает не только пивной пузик. Нет. На самом деле пиво содержит легкие углеводы. Угу. Да. Не, сразу. Да. И в этом плане почему-то я не смеюсь над теми телепередачами, где утром, рано утром какой-нибудь тупой ведущий начинает просто говорить обычные банальные вещи. Вот я на это смотрю совершенно иными глазами. Оказывается, говорили-то правду. Нет. Ну, конечно, на самом деле не проблема такая есть. И пути решения такие есть. То есть это все правда. Единственное, что сейчас как-то тоже немножко гипертрофирована эта тема здорового образа жизни. Как-то очень сильно она муссируется, скажем так. И очень много маркетинга в этой теме. То есть здесь тоже надо всегда разбираться. Да. Где это действительно по делу, а где это попытка продать нам. Вот в твоей кулинарной практике какая еда с твоей точки зрения заведома вредной, которую ты бы не хотел советовать своим подписчикам кушать? Ну, я так как человек с желудочными заболеваниями, с заболеваниями поджелудочной железы, я давно уже избегаю очень жирной еды и такой серьезно жареной еды. И по сути у меня достаточно редко она бывает в моем блоге, потому что мне самому тяжело это, например, есть. И прямо ощущаешь, как для организма это вот такой удар. А как это относится к жиру? К жиру? Ну вот я говорю, что усваивается тяжело уже. Тоже зависит, конечно, от какой мяса, какой жир, то есть там какой-то проще. Там, например, бараний жир совсем плохо у меня усваивается. И поэтому я стараюсь избегать таких вещей. Вот ты знаешь, что, опять же, с точки зрения обычной современной диетологии, жир важнейший компонент нашего пихания. Ты даже удивишься, что, оказывается, в 50-60-е годы между производителями питания шла такая невидимая миру борьба, когда производители пытались определиться с тем, что они нам будут пихать больше всего на свете. И они определились на том, что пихать будут и углеводы, а не жиры. И с тех пор жир вообще считается как бы таким изгоем в нашей кухне. Жирное это всегда вредное. А то, что мы с тобой живем в условиях резкоконтинентального климата, когда из-за холода нам жир просто нужен по определению, об этом никто не говорит нам. Ну да, но жир-то мы все равно в любом случае получаем, но в еде просто, может, не в таких количествах. Так мы его получаем просто в критически маленьких количествах. Вот в чем беда. Это же американский знаменитый страх холестерина, который приводит к образованию бляшек и потом к инфаркту. Это же знаменитая вот эта их чернушная байка, когда они на каждом продукте пишут, что холестерина здесь нет, а как организму холестерин нужен тоже определенный характер. Да, я был просто в шоке от такой циферки. А после 45 лет каждый четвертый американец диабетик. Причем часто он не осознает, что он диабетик. Да, жутко конечно. В нашем понимании диабетик почему-то не ассоциируется никак ни с угрозой, ни со смертью. Да, это что такое смешное, бабушкино. Да, ходит там, себя ограничивает питание. Питеньки с глюкозой ест. Да, да. На самом деле многие из нас не догадываются, что они скрытые диабетики. Ну да, и это прям очень серьезная болезнь. Это серьезная болезнь. Потому что глюкоза, которая бродит в нашей крови, которой мы не находим применения, мы с утра не пашем, коров не даем уже давно. Эта глюкоза, которая бродит в нашей крови совершенно без дела, да, она поражает наши сосуды, она засахаривает наше нервное окончание. И все это ведет к тому, что мы обрастаем болезнями, которые не лечатся уже ничем. Тоже атеросклероз, атеросклеротическая бляшка в нашей сосуде. Ее уже ничем не вылечишь. Надо просто ждать, когда она вылетит из своего места и в кровяном потоке шарахлет по нам. Да, и все там дальше. Да, и в самом расцвете сил. Как это бывает. На самом, не знаю, на верхней точке своего развития. Плачущая жена, скорбящие дети. Ну да, к сожалению, мы знаем. Иногда мне кажется, что вот старый подход к медицине, когда люди половину болезни не знали и не понимали. Ну то есть просто как-то раз и умер. То есть раньше как-то самопроизвольная смерть, это было нормально. Жил, жил и умер. Отчего? Ну просто пора пришла. И кто-то был проще. Устал. Устал жить. Бляшки постоянно, что загущается кровь, холестерин. Потому что по сути-то какого-то прогрессивного лечения особого нет. Хотя сейчас говорят о том, что разрабатывают там какие-то микророботов, которые будут по сосудам разбивать эти бляшки. Данно-технологии. Да, да. При слове «данно» я обычно хватаюсь за невидимый пистолет. По сути, а когда мы об этом взяли, мне кажется, проще было. Потому что все равно сделать ничего нельзя. Теперь, к сожалению, знаем, да, нужно очень внимательно относиться к тому, что нет. В твоем любимом блюде, плове, основной компонент рис. Современный рис, современный рис, это по сути яд, Макс. Он настолько хорошо обработан паром, а потом еще и специальными методами снятия верхней вот этой стружечки, что в нем ничего, кроме легких углеводов, не остается. Все полезно и уходит в мусор. Не в виду. Я подтачиваю основу твоего бизнеса. Есть над чем задумываться, да. Это серьезно. Ну что, будешь покупать аппарат? Ну да, так я давно уже задумывался на эту тему. Скорее всего, наверное, надо, потому что и на будущее. С моей работой это точно надо проверяться. Друзья, вот этот аппарат стоит одну пьянку на выходных. К нему есть еще, вот я еще раз вам покажу, к ним есть еще вот такой расходный материал, который, конечно, придется его покупать регулярно. Здесь 50 полосочек, каждая полоска это один замер крови. И каждая полоска примерно мне обходится в 120 тенге. То есть после покупки аппарата вы будете тратить 120 тенге на то, чтобы один раз измерить уровень сахара в своей крови. По-моему, это мелочь. Ну да. В итоге того, что мы живем, пьем и потом страдаем. Ну да, рискуем. Согласен. А то не очень много. Блюкометр покупаем. Да, следите за своим здоровьем и за своим питанием. Это важно. Это все, собственно. Да. Продолжение следует...